400 морпехов в США не дают Шойгу одержать победу в Сирии. Армии и войны. Война в Сирии 13 апреля 1545. 400 морпехов в США не дают Шойгу одержать победу в Сирии. На западе смеются над Москвой, называя американскую базу «Эттан» в занозы в русской заднице. Александр Ситников. Комментарии в просмотров 34006. На фото. Морские пехотинцы США. Фото. 11 апреля более 450 беженцев покинули через гуманитарный коридор многострадальный лагерь Рукбан в сирийской провинции Холмс, сообщил начальник российского центра примирения генерал-майор Виктор Купчишин. Все это позволяет надеяться, что недалек тот день, когда территория смерти, как справедливо, называют это страшное место, останется только в жутких воспоминаниях несчастных людей. Как известно, Москва и Дамаск неоднократно критиковали Вашингтон за насильственное удержание порядка 50 тысяч вынужденных переселенцев, в основном женщин и детей, в 55-километровой зоне безопасности базы «Эттан» в сил специальных операций США. Американцы, само собой, так не считают. «Коалиция, возглавляемая США, находится здесь, чтобы победить ИГИЛ, и это является целью присутствия в «Эттанфе», заявил в электронном письме и изданию «Бизнес-инсайдер» полковник армии США Шон Райан. Как же так? Трамп вроде бы уже объявил о разгроме исламского государства. Впрочем, тот же полковник признал, что инструкторы ССО США обучают боевиков Макхавира Альтаура, входящих в структуру оппозиционной сирийской свободной армии СССР. Этих бойцов еще называют группой «Призраки пустыни», которая действует не только в провинции Холмс, но и Дейр-Эзор, где погибли вагнеровцы. Таким образом, беженцы Рукбана являются живым щитом американского гарнизона «Эттанф», на территории которого ни на день не останавливается конвейер подготовки боевиков. Тех самых, которые, по задумке изокеанских стратегов, должны занять место ИГИЛ в новой попытке захвата власти в Сирии. В частности, генерал Валерий Герасимов в одном интервью сказал, что спутниковые и другие данные наблюдения указывают, что здесь базируются самые настоящие аэскадроны террористов. Читайте также, сбить японский F-35 могли русские, им это очень выгодно за военными тайнами самолета-невидимки, рухнувшего в Тихом океане. Начинается охота субмарин о том, что происходит в военной базе «Этанф», которая расположена вблизи восточной границы Сирии с Иорданией, впервые рассказали журналисты NBC News, специально приглашенные для ознакомления с ключевым форпостом спецназа США на территории САР. Они написали, что практически все пространства занимают стрельбище для снайперов и полигоны с полуразрушенными зданиями, в которых тренируются арабы-сунниты. Плюс к этому лагерь Рукбан является отличным местом для отправки диверсионной группе пунктом вербовки повстанцев, в том числе подростков, в ряды антиправительственности. Здесь в ледской массе легко затеряться и без труда можно найти сколько угодно пушечного мяса. Надо сказать, что попытки выбить отсюда несколько сот пентагоновских морпехов и зеленых беретов силами проправительственных формирований САР провалились, в том числе и потому, что использование танков могло привести к гибели жителей лагеря Рукбан. Но надо отдать должное профессионализму звездно-полосатого спецназа, бойцы США эффективно используют зону безопасности, не подпуская к себе на пушечный выстрел врагов демократии. В связи с этим на Западе называют этот танк самой большой занозой в русской заднице на территории Сирии. В то же время официальный Вашингтон старается не выставлять Москву в качестве врага на Ближнем Востоке. Похоже, успешные операции российских войск заставляют Соединенные Штаты считаться с новой реальностью. Сегодня Америка главной угрозой считает Иран, точнее шейзм. В частности, Вашингтонское издание, неофициальный рупор Газдепа, пишет, присутствие США в Эдтанфе помогает блокировать надежды Ирана на шиитский полумесяц, непрерывный наземный мост из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан. Утверждение, между прочим, близко к истине. Транспорту корпуса стражи Исламской революции вроде бы не составит большого труда объехать зону безопасности американской базы, но тут же прилетают израильские истребители и прицельно бьют по караванам с оружием. С другой стороны, Амар Ламрани, старший военный аналитик из Центра Стратфа, ценевого ЦРО, утверждает, что база Эдтанф и, соответственно, лагерь Рукбан, это последнее место в Сирии, где Соединенные Штаты присутствуют, как сила, влияющая на внутреннюю политику САР. По словам Ламрани, российский центр примирения давно бы достиг прогресса в отношениях с СССР и другими силами, если бы не позиция Вашингтона. Тогда бы, наконец-то, закончилась гражданская война. В этом плане, логично говорить уже не о занозе, а об опасном гнайнике, который заражает всю Сирию. Вот здесь точно пригодился бы контрбатарейный комплекс пеницеллен, поскольку СОС США защищают свою зону безопасности мощной артиллерией. Что интересно, сами американцы тоже испытывают проблемы с управляемостью подготовленных боевиков. Многие обученные отряды назначают себе командиров, действуют автономно и даже атакуют параамериканские силы в Ираке и Сирии. Макс Маркусин, заместитель директора проекта «Транснациональные угрозы» в Центре стратегических и международных исследований признался, США испытывают большое недовольство, обучив повстанцев в Эт-Танфе. Но, похоже, базу Эт-Танф все-таки не закроют. Хотя бы потому, чтобы не дать Москве политические очки. Несмотря на декабрьское обещание президента Дональда Трампа вывести все американские войска из Сирии, правительство США по-прежнему будет держать часть войск на отдаленной американской базе, сообщают источники Пентагона изданию. Иначе впервые в постсоветское время Россия не только установит силой порядок в стране, измученной гражданской войной, но и выдавит из нее американцев. А это будет мощным ударом по однополярному миру. Тем временем, ситуация с каждым днем обостряется, о чем говорит, в числе прочего, и достаточно жесткий тон российских генералов. «Мы призываем командующих американскими войсками, дислоцированными в зоне Эт-Танф, прибыть 2 апреля 2019 года к блокпосту Джлеб для участия в совещании по планированию конкретных мер по расформированию Рукбанского лагеря», заявил в конце марта глава Российского центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. Это еще не ультиматум, но уже язык скрытых угроз. В свою очередь Вашингтон продолжает всячески препятствовать расселению беженцев из территории смерти. К слову, 26 марта американские солдаты 3-м батальона специального назначения 7-го полка морской пехоты оперативной группы в Сирии не пропустили в лагерь Рукбан российских и сирийских дипломатических и военных чиновников. Ясное дело, такие шаги вызывают гнев Москвы, планы которой по завершению сирийской кампании срывают какие-то 400 морпехов, окопавшихся на базе Эт-Танф. Эксперт Стратфа Амар Ламра не полагает, что русские могут пойти слишком далеко, чтобы выдавить отсюда отряд ССО США. По его мнению, Москва, естественно, не пошлет своих солдат в бойню, так как, оказавшись в САР, многому научилась у Вашингтона. Под снаряды и бомбы полезут смертники корпуса Стражи Исламской революции, которую уже объявил Пентагон террористической организацией. Правда, для этого необходимо расселить лагерь Рукбан. Читайте также. На защиту Венесуэлы встал Китай. США в струсселе Пекин и Москва объединяют усилия, чтобы в Каракасе не повторился Майдан. С другой стороны, не совсем ясно, как будут развиваться события, если американцы вынуждены будут уйти из Эт-Танф. Ведь для Ксир Сирии является идеальным местом для атак на Израиль. Кроме того, это у нас, в России, разгром ИГИЛ рассматривается, как победа российских войск, а в Персии так не считают. Там уверены, что именно иранские солдаты и добровольцы навели порядок в САР. Поэтому уже сегодня России, Ирану и Турции необходимо провести что-то вроде Ялтинской конференции о послевоенном обустройстве Сирии, в том числе и с учетом интересов еврейского государства. Иначе, далеко не факт, что в ближайшей перспективе не возникнут противоречия уже между антиамериканскими союзниками. Хотя бы потому, что Москва придерживается стратегии добрососедства с Тель-Авивом. А Тегерану, напротив, терять нечего. И вообще для Персии новая война с еврейским государством усиливает переговорные позиции в будущем, когда стороны вынуждены будут сесть за стол переговоров по отмене санкций. Исламское государство, ИГИЛ, решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией. Его деятельность на территории России запрещена. Война в Сирии. В лагере беженцев в Сирии умерло 235 детей. Продолжение следует...